Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня с вами поделюсь очень вкусным рецептом завтрака, обеда или ужина. Он простой, сытный, а также полезный. Помидоры я предварительно вымыла, теперь убираю из них, вырезаю плодоножку и все то же самое проделываю с четырьмя томатами. Теперь со стороны плодоножки я отрезаю такую крышечку-шапочку менее сантиметра. Всю мякоть я сначала подрезаю ножом, а потом выскребаю ложкой. Убираю мякоть оттуда тщательно, чтобы семечек особо там не оставалось. Всю мякоть я убрала. У меня 4 томата и я беру 4 маленьких сосиски. Убираю с них пленку. Сосиску можно не надрезать, я надрежу сквозными такими прорезами. Я две сосиски оставлю с такими сквозными разрезами и две трогать не буду, целыми оставлю их. Твердого сыра у меня 70 грамм, можно брать абсолютно любой сыр. Сулгуни, моцарелла, тот который любите, тот и берите. Отрезаю здесь таких 4 кусочка, а пятый кусочек я нарезаю так, чтобы у меня получилось 4 маленьких. Томаты без мякоть я сразу же повернула срезом вниз, чтобы оттуда стекала вся лишняя влага. И 4 маленьких кусочка сыра я закладываю в самый низ помидорки. Два куриных яйца, сразу же хорошенечко яйца присаливаю, где-то четверть чайной ложки у меня сушеного чеснока и буквально на кончике ножа черного молотого перца. Соль, приправы всегда добавляем по вкусу. Теперь вилкой все перемешиваю, взбалтываю хорошенечко. Теперь отрезанные шапочки переворачиваю мякотью вниз, чтобы получались такие как подстаканники. И сверху на эти подставочки я ставлю томаты. Получается такой стакан чашечка. Форму для запекания можно использовать любую, у меня с антипригарным покрытием. Добавляю сюда примерно одну столовую ложку растительного масла без запаха, можно брать оливковое масло. Все хорошенечко распределяю по форме и выставляю томаты в форму так, как я показала в видео. И теперь в каждый томат я заливаю по 2-3 столовые ложки куриного яйца. Я сосиски кладу сверху, можно их просто отдельно положить в форму и не ставить в эти стаканчики. Сверху это все закрываю ломтиками сыра. Духовку я уже хорошо разогрела до 200 градусов и теперь нашу форму я убираю в духовку на 25 минут и пусть все запекается. Тем временем я буду заниматься батоном. У меня кусочек такого белого батона, совсем небольшой кусочек на 40 грамм. Батон можно брать, можно брать багет, не обязательно свежий, можно чуть полежавший. Главное, чтобы он не испорченный был. Нарезаю небольшими такими кубиками. Кубиком нарезайте таким, каким вам больше нравится. Нравится большим, нарезайте большим. Маленьким, значит маленьким. Все кубики я подготовила, на самом деле они получаются такие вкусные, что можно брать и пол батона и батон. Особенно если в семье есть дети, они за день это все растаскивают. Форма у меня небольшая, кубиков у меня тоже немного. Форму я ничем не смазывала, вниз не застилала ни пергамент, ни коврик для выпечки. Все эти кубики я переложила в форму и отправляю теперь этот противень в духовку вслед за томатами. Я очистила один большой зубчик чеснока, его натираю на терке. Можно выдавить через чеснокодавилку, либо раздавить широкой стороной ножа. Мы его все равно использовать будем только для аромата, а потом выбросим. Заранее я поставила сковороду разогреваться на газ, чтобы она уже хорошо прогрелась. Теперь сюда добавляю одну столовую ложку растительного масла без запаха и отправляю сюда же чеснок. Если сухариков жарите много, тогда и масла берите больше, количество чеснока увеличивайте. Чеснок мы будем пассеровать практически до такого румяного цвета, золотистого. Нам надо, чтобы чеснок отдал весь свой аромат маслу, а сам чеснок потом использовать не будем. Если у вас есть веточки розмарина, добавляйте его сюда же, а потом поступите с ним точно так же, как с чесноком. В итоге у нас получится очень ароматное и вкусное масло. Можно заправлять любые салаты, либо что-то готовить на нем. Масло у нас уже стало ароматное. Я взяла чашку, сверху ситечка. В итоге масло в чашке, чеснок выбрасываем. Немножко уже подрумянился наш батон. Батон подсушиваем так, как вам больше нравится. Хотите немножко, значит немножко. Чтобы был такой более золотистый, оставляем на дольше. Главное не прозевать его, чтобы он не сгорел. И сверху теперь эти гренки я поливаю растительным маслом. Масло очень ароматное. Теперь эти кубики я хорошенечко перемешиваю, для того, чтобы масло попало со всех сторон. И снова уберу в духовку, пока они не станут такого золотистого цвета. Гренки эти готовятся очень быстро. Все уже готово. Перекладываю все это в тарелку. Готово уже наше основное блюдо. С пылу с жару достаю его. Пока гренки горячие, обязательно их присаливаю, так лучше соль впитается. И перемешиваю так, чтобы соль везде попала. Ну а теперь выкладываем и сервируем наше блюдо. Сухарики, плюс томат, сосиска, яйцо. Это очень сытно, вкусно. Можно взять сюда еще перышко зеленого лука, если это ужин. Я думаю, что если вы готовили что-то подобное, вы представляете, как это вкусно. Добавляем сюда еще свежий огурчик. Я думаю, что от такого завтрака, обеда или ужина никто уж точно не откажется. Это вкусно, сытно, быстро. Готовьте для своих семей с любовью. Домашняя еда самая вкусная. Подписывайтесь на мой второй кулинарный канал, он с субтитрами. Ссылка появится в видео и нажимайте кнопку еще под видео, там будут ссылки на все наши странички в соцсетях. Заглядывайте, будем дружить. Нажимайте колокольчик, так вы сразу же первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Удачи и пока-пока!